К нашему эфиру уже подключается начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Виталий, доброе утро. Спасибо, что нашли время поговорить с нами. Доброе утро. Буду пробовать говорить на русском. Извините, если что-то там будет не получаться. Мы благодарны вам за то, что вы будете говорить на русском. Мы хотим, чтобы как можно больше наших зрителей знали правду о том, что происходит в Украине, в том числе о том, что происходит в Авдеевке. Расскажите о том, как сейчас выглядит ситуация в городе. Авдеевка – это самая горячая точка сейчас, вероятно, в Украине, которая находится под постоянным обстрелом. Расскажите нам подробности происходящего, пожалуйста. Действительно, Авдеевка сейчас одно из горячих направлений по всей линии фронта. Действительно, враг не бросает своего желания, не бросает своих намерений окружить город. Бросает он все больше и больше сил и на севере от города, и на юге от города, пытаясь все-таки вот это полукольцо, о котором они говорят, сомкнуть. Большое количество техники задействовано, большое количество личного состава. Круглосуточно работает артиллерия, и реактивная, и ствольная, и минометы. Стрелковые бои не прекращаются круглосуточно. Ну и понятно, это все под аккомпанемент авиации. Авиация работает очень плотно и по позициям около города, и по самому городу. Было десятки обстрелов за сутки по территории нашей громады, сотни обстрелов по позициям, авиабомбовые удары. Ну максимально было 13 октября, если не ошибаюсь, 31 авиабомбовый удар. Это только по территории города. Тяжело, но радует то, что Ураг несет колоссальные потери и в живой силе, и в технике. Это тысячи погибших, еще больше раненых, больше 400 единиц бронированной техники. Начиная с 10 октября россияне потеряли уже на Авдеевском направлении. Ну и радует то, что линия обороны, она держится, и вооруженные силы Украины сдерживают этот натиск. И местами иногда даже определенные, скажем так, контратакующие, небольшие, но производят действие. Как в этой ситуации под круглосуточным огнем проходит эвакуация мирных жителей? Эвакуация, скажем, каждая эвакуация, это определенного рода небольшая спецоперация, потому что дорога в город одна и практически 22 километра постоянно под обстрелами. Пытаемся мы находить, скажем так, вот эти действительно минутные какие-то перерывы между обстрелами и людей вывозить. На сегодняшний день в городе остается 1595 жителей. Едут потихоньку, не так активно, как бы нам хотелось. Вчера три человека эвакуировалось, позавчера один, днем ранее двое. Ну, потихоньку едут. А что говорят те, кто отказывается выехать? Всегда есть такие люди, особенно те, кто долгое время прожил в городе, пожилые, которые не хотят оставлять своего жилья. Почему отказываются? Как реагируют на ваши просьбы, требования уехать из города, который подвергается обстрелам? Очень много разных ответов. Ну, в большей степени это, знаете, реально можно принять как отговорки и не более. Но если провести параллель между всеми ответами, то напрашивается, ну, скажем, такой один вопрос. И когда ты его задаешь людям прямо в глаза, и они на него отвечают, то ответ у всех один и тот же. Если вы боитесь, что вы выйдете из города и больше сюда не вернетесь, 99% говорят, что да. Это вот основная причина, по которой люди не хотят выезжать. Надо понимать, что, ну, ментальность украинская, там, мой дом, моя крепость, да. Даже если она разрушена, эта крепость, даже если люди живут под, не знаю, там, угрозой для жизни 24 на 7, то люди все равно в большей степени, ну, очень сложно, особенно людям преклонного возраста, принять решение для себя и взять, не знаю, две какие-то там сумки, два чемодана и выехать. Даже если не знают, куда их эвакуируют, в какие условия, ну, все равно для них это определенного рода неизвестность. Как сейчас выглядит гуманитарная ситуация в Авдеевке? Есть ли возможность получать какую-то помощь от волонтеров, в том числе питьевую воду и продукты продовольствия? С началом этого обострения мы переключили завоз гуманитарной помощи в город в связи с, ну, действительно очень опасной дорогой, логистика очень опасна. В городе есть резервы, рассчитанные ориентировочно на 2-2,5 месяца, есть продукты питания, есть гиена, есть медицина. С водой чуть ситуация хуже, питьевую воду пока не завозим. Есть скважины в городе, их несколько, включаем генераторы, коммунальщики в определенное время запускают их, люди приходят, набирают воду из скважин. Понятно, это не питьевая вода, она не отвечает всем требованиям по Санпину питьевой воды, но, тем не менее, люди кипятят ее, не привыкли, в принципе, с 2014 года Авдеевка на передовой, поэтому люди к таким условиям уже привыкли. Спасибо большое, что рассказали подробнее о ситуации в Авдеевке. Еще раз спасибо, что нашли время в этой сложной для города ситуации. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш был гостем программы Вот так. Тем временем координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что счет российских военных потерь за последнее время идет на тысячи, а мобилизованные силы России по-прежнему недостаточно обучены и плохо оснащены. Кирби отметил, что, очевидно, российские военные используют так называемую тактику человеческой волны, просто бросая в бой группы солдат, которые не готовы к боевым действиям. Тех, кто отказывается выполнять приказы, по словам Кирби, российские офицеры якобы расстреливают на месте. Россия по-прежнему не проявляет никакого уважения к жизням своих солдат. Мы полагаем, что они понесли тысячи потерь в ходе своего наступления, некоторые из них по приказу своих собственных лидеров. У нас есть информация, что российские военные фактически расстреливали солдат, отказавшихся подчиняться приказам. У нас также есть информация, что российские командиры угрожают расстрелом целых подразделений.